До чемпионата меньше года, и этот год войдет в историю Самары как время стремительного преображения города. На финишную прямую вышел капитальный ремонт площади Куйбышева. Уже в ноябре состоится традиционный парад памяти. Идет реконструкция Струковского сада и четвертой очереди набережной. Линия скоростного трамвая от улицы Ташкентская до стадиона будет построена в декабре, а в марте введена в эксплуатацию. Определены точки размещения билетных центров чемпионата. На заседании штаба, которое провел глава Самар Олег Фурсов, обсуждали не только масштабные проекты. Сейчас важно привести в порядок каждый забор, столб и тротуар, чтобы ложкой дегтя не испортить все, что было сделано. Во всех районах города идет ремонт фасадов зданий. Проведен детальный анализ, подготовлены по квартальной визуальной развертке, утверждены мастер-планы по благоустройству въездных групп и гостевых маршрутах на территории Самарского района, в котором еженедельно в департамент горостроительства направляется информация. Город участвует во всех областных и федеральных программах по благоустройству, строительству дорог и развитию коммуникаций. Но есть возможность получить дополнительные деньги, как раз те, что идут в бюджет внутригородских районов. Предприниматели, которые до сих пор уходили от налогов, должны рассчитаться с городом. Тогда благоустроенных парков, дворов и улиц станет больше. Конечно, мы будем помогать, будем искать ресурсы, но и вы, пожалуйста, при формировании районных бюджетов выстраивайте приоритеты. Мы с вами не добираем налоги в полной мере, поэтому наводите порядок, у вас полномочия есть. Реклама на фасадах, акцизы. Губернатор обещал 80% этих доходов отдать вам. Вот, помните об этом. Это дополнительные ресурсы, за счет которых вы можете и свой район в разрезе гостевых маршрутов, туристических привести в порядок. С начала года демонтировано более 220 незаконных рекламных счетов. За последние годы убрано 4000 лайков и пивнушек. Владельцам автостоянок становится выгоднее легализовывать свой бизнес. А значит, не только получать доход самим, но и оплачивать налоги за пользование землей в черте города. А вот на что, пожалуй, все обратили внимание, за год в городе стало больше цветов. Самара сегодня стала действительно цветущей. Год назад Олег Борисович объявил, дал старт этой акции «Цветущая Самара». И вчера из уст почетных граждан города мы действительно услышали огромную благодарность за то, что Самара стала цветущей. Так держать. На улице вышли 175 автобусов, троллейбусов и трамваев. Город приобрел 98 единиц техники для благоустройства. Еще 85 машин поступят в ближайшее время. И стартует всеобщий ликбез по английскому языку. Бюджетники будут изучать за счет государства. Коммерсанты за свой собственный. У нас с понедельника как раз начинаются курсы для педагогов английского, которые будут потом обучать, так сказать, полицейских. В том числе они же будут работать и с нашими муниципальными служащими. Это с водителями. И мы предлагаем тоже для работников кафе, для продавцов магазинов. А вместе с тем для гостей чемпионата готовится культурная программа. В дни проведения мирового футбольного первенства будут работать театры, концертные площадки, выставки и туристические экскурсии. Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Василий Клодошов. События.